Первый день Великой Отечественной войны застал меня в маленьком дачном поселке около станции Внуково здесь. Повинуясь какому-то внутреннему чувству и внутренней потребности, написал одним духом два стихотворения, которыми начинается моя литературная судьба в годы Великой Отечественной войны. Первое из них было напечатано 23 июня в «Правде», оно называлось «Присягаем победу», и второе было напечатано 25 июня в той же «Правде» и стало довольно популярной песней смелых. ПЕСНЯ Четыре дня, которые я провел в Москве перед тем, как отправляться на фронт, были днями, в которые было видно, как меняется лицо нашей столицы. Шли мобилизованные на призывные пункты. Я в первый же день войны пошел в политуправление Красной Армии и там встретил большое число моих товарищей литераторов, которые пришли в ПУР и требовали, чтобы их отправили на фронт. 27 числа, перед самым отъездом, меня попросили выступить для кинохроники. Уезжая сегодня на фронт, я приветствую вас, мои товарищи, рабочие, колхозники, интеллигенты советской страны, стихами боевой песни. Видно, выписал писарь мне дальний билет, отправляя впервой на войну. На четвертой войне с восемнадцати лет я солдатскую лямку тяну. Череда лихолетий текла надо мной, от полночных пожаров красна. Не видал я, как юность прошла стороной, как легла на виски седина. И от пуль невредим, и жарой не палим, прохожу я по кромке огня. Видно, мать непомерным страданием своим откупила у смерти меня. Испытало нас время свинцом и огнем, стали нервы железу подстать. Победим и вернемся, и радость вернем, и сумеем за все наверстать. Неспроста к нам приходят неясные сны про счастливый и солнечный край. После долгих ненастей, недружной весны ждет и нас ослепительный май. Вот это светлое, животворное предощущение победы, особенно в первые, самые трудные месяцы Великой Отечественной войны, оно звучало и в блокадных стихах Николая Тихонова, Александра Прокофьева, Ольги Бергольц, и в стихах и поэмах Александра Твардовского, Павла Антокольского, и в замечательных стихах Константина Михайловича Симонова, таких как «Жди меня», облетевших всю страну, и в стихотворении начинающегося строчками «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам уставы и женщины, прижав от дождя их к увячей груди, как слезы они вытирали украдкую, как вслед нам шептали «Господь вас спаси!» и снова себя называли солдатками, как в стае повелось на Великой Руси, слезами измерены чаще, чем верстами, шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась, как будто за каждой русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь. Наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки Родина не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. По русским обычаям только пожаище на русских полях, раскидав позади, у нас на глазах умирают товарищи. По-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды повеяв, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть нам завещано, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас русская женщина по-русски три раза меня обняла. Вот, вроде как бы и подошли к нам. к этому самому месту. Месту, где была. Где раньше был брендаж. Землянка. Скорее всего, потому что песня о землянке. Немцы не знали, конечно, что тут штаб полка. Но они все ближайшие дома заняли. И автоматчики из всех ближайших домов уже сюда стреляли. И все мины через нас летели. И вот тогда я вам скажу, все-таки таких могучих мужиков, как Величкин, я не видал. Молодец был, да. Изумительно. Он, понимаете, собрал у всех гранаты и пополз и стал кидать во все эти окошки, из которых стреляли автоматчики, стал кидать гранаты. Вот этот маленький эпизод мне, человеку, который три войны близко знал, показал, насколько наш человек внутренне собран и насколько наш человек предан Родине. Время зарубцовывает у солдат раны и время зарубцовывает раны земли, которые нанесла ей война. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мне казалось, что кончится война и эта песня кончится. Сейчас уже 30 лет прошло после войны и все-таки она живет то на радио, то на телевидении прозвучит. Как соберутся старые солдаты, так начинают эту песню. Бьется в тесной песчурке огонь, на болельях смола, как слеза, и поет мне землянке гормонь улыбку свою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как носкует мой голос живой. И тебе, что далеко, далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а смехи четыре шага. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok